В этот раз местом проведения выездного семинара выбрали Барбаровский сельсовет. Масштабное мероприятие началось с приятного события – открытия станции обезжелезивания. Это действительно долгожданный момент для местных жителей. Теперь они могут пить качественную вкусную воду. Станцию открыли досрочно, благодаря тому, что все работы выполняли самостоятельно. Реализация подпрограммы «Чистая вода» на Мозырщине проходит успешно и оперативно. Мы с вами находимся в агрогородке Барбарова Мозырского района. На открытии станции обезжелезивания контейнерного типа, которая позволит обеспечить жителей агрогородка качественным питьевым водоснабжением, которая обеспечивает, прежде всего, очистку от железа и позволит достигнуть нормативных показателей питьевой воды. Станция обезжелезивания построена, планировалась к строительству в 2023 году. Однако, благодаря тому, что мы выполняли работы силами сотрудников предприятия, начиная от проектирования строительства и до ввода в эксплуатацию, все работы выполнялись нашими сотрудниками. Это позволило построить срок и вложиться в нормативные сроки строительства и включить в эксплуатацию станцию обезжелезивания. День сельсовета – это комплексное мероприятие длиною в день. Участники, представители депутатского корпуса, администрации, различных служб и ведомств тщательно изучают выбранный сельсовет, производство и сельское хозяйство, инфраструктуру, здравоохранение, образование, культуру. На территории Барбаровского сельсовета расположено первое отделение совхозкомбината «Зарям». Руководитель предприятия Олег Слинько подробно рассказал, в целом, чем живет хозяйство, как развиваются, реализуют свои планы, каким трудом даются хорошие урожаи, соответственно, выручки, от которых напрямую зависят зарплаты. Свинокомплексы, крупнорогатый скот, птицефабрика, работа ферменной сети. Участники выездного семинара посмотрели, в каких условиях зимуют коровы и телята и узнали много нюансов сельхоздеятельности самого успешного предприятия, причем не только в масштабах мозорщины. Следующий в плане Барбаровский детский сад. Здесь всего 10 воспитанников. Условия дошкольного воспитания самые, что ни на есть комфортные. Каждому малышу внимание и забота. Здесь даже есть небольшой музей, посвященный белорусскому быту. Приемственности поколений и патриотическому воспитанию пристальное внимание уделяется и в Барбаровской базовой средней школе. Стенд, посвященный Великой Победе. Многие послевоенные учителя были непосредственными участниками тех страшных событий. Память об этих людях, которые налаживали послевоенный образовательный процесс в этой школе, жива и сегодня. Несмотря на то, что учеников немного, это учреждение образования неоднократный победитель республиканских и международных конкурсов. Одно из приоритетных направлений – сельчане должны иметь доступ к качественной медицинской помощи. В Барбарове функционирует фельдшерско-акушерский пункт. Руководит им молодой специалист. Я заведующая Барбаровского фака, приступила к работе с августа, закончила Мозырский медицинский колледж и приступила к работе. По распределению распределили Барбаров. Ну, все постепенно. Привыкаю, хорошо адаптируюсь, знакомлюсь с населением. Все в процессе всего. Работаю, нравится. Здесь окажут необходимую медицинскую помощь. Сделают вакцину против ковида и гриппа. Раз в несколько недель приезжает бригада из узких специалистов. Сельчане с врачами могут проконсультироваться напрямую о том, что их беспокоит. За флюорографией тоже не нужно ехать в город. Приезжает мобильный пульмаскан. Участники выездного семинара подробно изучали каждую сферу жизни Барбаровского сельского совета. Самое важное при посещении уделяется огромное внимание и тем обращениям населения, которые были на протяжении этого года. И отрадно сказать, что все обращения населения, которые были в полном объеме, выполнены. Выполнены все программы социально-экономического развития, так как на территории расположен одно из структурных подразделений совхозокомбината «Заря», которое достойно финиширует в этом году. По заслугам получили награды и правительство, и президента. Поэтому я считаю, что у Барбаровского сельского совета замечательное будущее. И вот сейчас, посещая школу, мы видели яркие глаза детей, которые хотят, делают очень многое, сохраняют память, приумножают ее. И самое важное – стремятся учиться. Мы сегодня увидели, какие программы, несмотря на то, что очень маленькое количество учеников, менее 80, вместе с тем классы оборудованы всем современным технологическим оборудованием, но и учителя, конечно, соответствуют всем программам, всем знаниям. И с таким удовольствием смотришь все эти мероприятия, которые дети делают, организуют, и волонтерское движение по этому Барбаровскому сельскому совету быть, процветать и развиваться. Ну и, конечно же, рожать детей – самое главное. Без внимания не осталась ни одна сфера жизни сельчан. Магазин, узел связи, комбинат бытового обслуживания, библиотека, местный дом культуры. Кстати, нынешний выездной семинар завершил сезон 2022. В этом году масштабная ревизия прошла во всех сельских советах Мозырского района.